А в это время вдалеке от Москвы происходят события куда менее масштабные, но не заметить их невозможно. В роддоме Улан-Удэ, ожидая помощи врачей, скончалась беременная молодая девушка, а в Нижнем Тагиле умер трехлетний ребенок. Казалось бы, болезнь беспощадна, такое бывает, но поражают подробности. Сначала Савелия Гладыша скорая привезла в инфекционную больницу. Там не могли определиться с диагнозом, в том числе потому, что не работал банальный рентген. Отправили другую, где обнаружили пневмонию, но лечить отказались. Не по профилю, возвращайтесь обратно. Мама с больным малышом, конечно, вернулась, но уже было слишком поздно. Алексей Симахин просто хотел разобраться, где тут эмоции, а где страшная правда. Каждый такой разговор с местным Минздравом заставляет ее заново пережить те кошмарные шесть часов. Уже в бреду, смотрит на крышу, а мигалки мигают. Он говорит, мам, мигалки. Я его взяла, говорю, да, сыночка, с ним разговариваю. И буквально голову отвернула, чтобы перешагнуть, чтобы под ноги посмотреть. Все, поднимаю, он у меня обмяк. Тем вечером у трехлетнего Савелия поднялась температура. Жаропонижающие не помогали, и мать набрала 0,3. Врачи сразу поняли, что дело серьезное, и повезли мальчика в инфекционную больницу Нижнего Тагила. Нас встретила врач, сразу ему поставила диагноз скарлатина. Я упорно доказываю, что это вот от свечек аллергия. Они не оказывали никакой помощи? Более того, не могли поставить диагноз? Не могли, нет. Есть дежурная фраза. Врачи сделали все, что могли. Все, что смогли сделать врачи-инфекционки, это опять набрать 0,3. Малышу надо было делать рентген, и скорая повезла мальчика уже в другую детскую больницу. Третью городскую. Когда врачи начали между собой разговаривать, он говорит, зачем ребенка привезли в таком состоянии в нашу больницу? Он говорит, так у них рентген не работает. Снимок покажет. У Савелия пневмония, но вместо того, чтобы отправить задыхающегося от отека легкого малыша в реанимацию, врачи стационара вновь предложат маме вызвать неотложку. А что такого? Рентген-то они сделали? Скорая приезжает, значит, начинает на него ругаться. Вы почему ребенку не оказываете помощь? У него недостаточность кислорода, вы уже не, неужели, говорит, не видите? У него он синеет на глазах. А он говорит, так вы же приехали, вы оказываете помощь. Шесть часов карета скорой помощи носилась по разбитым улицам Тагила. Мы, значит, садимся в эту машину, они пытаются включить кислород. Это все мигает, пищит, визжит, ничего не работает абсолютно. Когда мальчика привезли обратно в инфекционку, он почти не дышал. Я сама занесла ребенка на руках и сама лично отдала врачу. Все, они спустились мне, сказали, ребенок умер, мы ничем ему не смогли помочь. Она до сих пор не может понять, как в 2011 году ребенок мог умереть не от редкой инфекции или тяжелого рожденного синдрома, а от банального воспаления легких. Это городская детская инфекционная больница. Именно сюда в первый раз нас привезли из дома, и именно здесь нам поставили диагноз скарлатина. Таможидания говорить за себя немало. В неотложной медицине есть известное правило. Шансы на жизнь или смерть зависят не столько от сложности диагноза или компетентности врачей, сколько от того, что они успеют в первый час после вызова. Сейчас вместе с Анастасией и Денисом мы будем выяснять, что Нижнетагильская медицина может успеть за 60 минут. Начнем с заместителя главного врача инфекционки. В приемном покое после смерти Савы матери больных малышей сидят как на иголках. Но веру во врачей терять боятся. Другой больницы в городе все равно нет. Не дай бог сюда попасть. И вот на самом деле. А какого выхода? А никакого выхода. Я и говорю, приезжаешь сюда, просишь помощи, потому что выбора не было другого. Мы здесь с ребенком взяли, я вот ничего плохого сказать не могу. Да вам просто повезло. Следующая по списку городская администрация. Но здесь привычно объясняют. Больницы подчиняются не нам, а областному министерству. Сколько еще нужно смертей, чтобы что-то наладилось? Я понимаю, вы в этом усматриваете какую-то определенную систему или наоборот упущение в системе. Я еще раз говорю, что каждый случай, он имеет, ну и свои причины, и должен отдельно быть проанализирован для того, чтобы сделать окончательные выводы. Скорая оснащена у нас на современном уровне. Проверить слова вице-мэра оказалось несложно. На городской станции скорой помощи, как и положено, двери открыты. Правда, не все. Вот эта вот врач, она нас везла из дома в инфекционку. Смотрите, сразу отвернулась, махнет. Это врач ничего, героиня, но не думает. Он сказал, что не надо нас снимать, не надо нас снимать. Не надо нас снимать. Удивительная история. Пожалуйста, министерство здравоохранения в области. До свидания. Спускаемся в гараж. Надежда на то, что Савелий умер случайно, тает на глазах. Оказывается, в Нижнем Тагиле с почти 400-тысячным населением работает только одна реанимационная бригада. Тут такая вот аппаратура там была, но там, по-моему, даже постарее, наверное, все-таки. Вот это, да? Постарее, да? Да. Как это называется? Дуэл. А искусственная вентиляция легкая? Да, искусственная вентиляция. Вот она как раз не работала, вот эта аппаратура. На весь город, а та такая машина? Реанимационная, да? Ну, как бы, бригада реанимационная, да? Одна на весь город? Ну, как бы, машина-то есть, но, видимо, специалистов нет. Зная, что аппарат искусственной вентиляции легких неисправен, врачи скорой все равно взялись везти умирающего мальчика обратно, в инфекционку. Но ведь в третьей детской, где с Авелией делали рентген, работает реанимация. Почему его не отправили туда? Может, не было свободных коек? Ответ главврача оказался проще любых догадок. Просто это было уже не их дело. Вы хотели узнать, почему в этой больнице была, так скажем, не оказана помощь вот ребенку, который впоследствии умер? Почему так ставите вопрос? А как ставить вопрос? Все, что требовалось, какие специалисты у нас есть, они все посмотрели этого ребенка. Почему так произошло? Ну, вы, наверное, со своими врачами беседовали? Поговорили, да. Просто они освещают это несколько по-другому. Конечно. А, то есть ребенок синел, они освещают это по-другому? Нет, я не говорю, что он синел. Если он снил, его бы обязательно ему оказали помощь. Да вы что? Обалдеть. Я приношу вам свои соболезнования. Это вообще понятно все самое. Но сказать, что врачам было наплевать, когда и где умрет мальчик, было бы неправдой. Не потому, что они волновались за него, а потому, что от этого зависит, кому теперь отвечать за его смерть. В первых сообщениях СМИ не случайно говорили, что Савелий погиб в карете скорой помощи. Ведь, вопреки всем инструкциям, никто из больницы о смерти маленького пациента не сообщил. Ребенок просто так, вот на самом деле, значительное количество времени туда-сюда его перепихивали, перепихивали, так сказать. Из одного лечебного учреждения в другое таскали, таскали, пока определились. В итоге ребенок умер. Кто-то за это должен ответить. Но пока виноватых нет, и родители проводят дни в бесконечных переговорах. Вы в курсе, что произошло с мальчиком? Да, конечно. Мы сейчас по этому факту проводим проверку. Передо мной и так никто и не извинился. Я вот там просто довожу до сведения, что никто. Я перед вами извиняюсь, даже не дожидаясь результатов данной проверки. Но они все-таки надеются, что добьются большего, чем эти дежурные извинения. Еще, что их семилетняя дочка Ульяна никогда не заболеет ничем серьезней легкого насморка. Теперь мы для нее будем жить. А что делать? Тут ребенок растет. Она не виновата в том, что произошло? Да? Да. Алексей Симахин, Мария Максимова и Сергей Соловьев. Центральное телевидение.